Дорогие братья и сестры, буквально несколько таких напутственных слов перед тем, как мы будем участвовать в Вечере Господней. В Первом Послании к Орифинам, в 10 главе, апостол Павел говорит, «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли при общении крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не есть ли при общении тела Христова. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Апостол Павел говорит о Вечере Господней, как о величайшей святыне. Это не просто какой-то непонятный религиозный обряд, но это дело, за которым стоит великая реальность, реальность Христовой крови, реальность тела Христова, реальность единства верующих во Христе. И понятно, поскольку мы соприкасаемся с этими реальностями, соприкасаемся духовно прежде всего, мы должны понимать, что это может нам быть во благо, или это может быть нам к великому осуждению, великому несчастью. Вот в этой главе апостол Павел рассматривает поведение верующих коринфян. И в связи с Вечерей он говорит, что участвуя Вечере, верующие могут ею прославлять Бога, прославлять искупительный подвиг Иисуса Христа, прославлять Его драгоценную кровь, прославлять Его за возможность быть единым с Господом и единым с Церковью, и наоборот, участием в Вечере Господней верующие люди могут раздражать Господа. Вот в 21 стихе Павел спрашивает, не можете пить чашу Господнюю и чашу Бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе Бесовской, неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Можете себе представить, что кто-то из верующих, поднося хлеб к своим устам, поднося вот это венок к своим устам, он вызывает в сердце Господа такое ужасное раздражение. Бог как бы спрашивает его, как ты можешь, как ты можешь, имея вот эту нечестивую жизнь, как ты можешь участвовать в Вечере Господней, и как ты можешь осквернять эти святыни. И, конечно, для нас вопрос, чем же мы можем раздражать Господа, чем мы можем вызвать Его праведный гнев. В этой главе я вижу несколько таких моментов, которыми мы можем раздражать Господа, если мы не проводим никакой разницы между нами и этим миром. Вот в 20 стихе апостол Павел пишет, язычники, принося жертва, приносят бесам, а не Богу. Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Иначе говоря, некоторые христиане без зазрения совести отправлялись в языческие храмы, где приносили жертвы бесам, они в этом тоже участвовали, как-то так вот ненароком, а потом, ради насыщения желудка своего, вот эти оставшиеся жертвоприношения, они съедали. Павел говорит, как вы можете это делать? Вы же раздражаете Бога. Бог ревнитель. Бог не признает рядом с собой никаких других богов. Бог хочет, чтобы и вы не признавали никаких других богов. Бог хочет, чтобы вы между собой этим миром провели четкую границу и не участвовали, как в другом тексте Писания сказано, не участвовали ни в каких бесплодных делах тьмы. Давайте проверим себя. Мы не раздражаем Господа участием в каких-то греховных делах этого мира. Отличается ли наша жизнь от жизни мира сего? Храним ли мы наше целомудрие? Что мы читаем? Что мы смотрим? Не оскверняет ли это наше сердце? Второе, чем мы можем очень сильно раздражать Господа, это пренебрежение нашими братьями и сестрами по вере. В 28 и 32 стихах сказано следующее. Если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. И стих 32-й «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей». Что имеет в виду апостол Павел? Апостол Павел имеет в виду следующее, что для некоторых верующих является соблазном, если вот они видят, что коринфские верующие идут на рынок, покупают там на торгу мясо, и помолившись над ним, его едят со спокойной совестью. А кто-то из слабых верующих, возможно, знает, что этот торговец посвятил это мясо богам, вдруг ему скажут, слушай, ты что ешь? Ты разве не знаешь, что этот торговец посвятил это мясо богам? Ты же в каком-то смысле участвуешь в идольском служении. И вот если сильный верующий скажет, да ладно тебе, ничего страшного, я буду есть, а ты как хочешь. И он надломит немощную совесть своего брата, это будет грех. Братья и сестры, мы должны очень осторожно относиться к друг другу. Мы не имеем права пренебрегать друг другом. А сильные должны обращать внимание на слабых. Как сказано в одной поговорке, скорость каравана определяется скоростью самого слабого животного. Вот так и мы должны обращать внимание на тех, кто рядом с нами. И никогда не надламывать его совести. Если кто-то говорит, вот это нельзя, вы лучше побеседуйте с ним, вы его спросите, а почему ты думаешь, что это нельзя? А что говорит Библия на эту тему? Давай помолимся, а так ли нас учит Господь? Давай мы обратимся к братьям, а что они скажут? И когда мы ищем собственные выгоды, мы тоже раздражаем Господа. В 33 стихе сказано, «Я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Посмотрите, как важно, сказал Павел, «Я угождаю всем во всем». Павел, который получил Божье откровение, Павел, который назывался учителем язычников, Павел, который был на небесах, Павел, который имел все права на то, чтобы верующие ему умывали ноги и целовали его руку. И вот этот апостол говорит, «Я угождаю всем во всем». Это значит, должно быть нормой у каждого человека. А если мы стремимся к самоугождению, если мы думаем только о своих правах, если мы настаиваем на их осуществлении, если мы готовы идти напролом, лишь бы только осуществилось наше воле и наше желание, если мы не хотим послужить тем, кто живет с нами, тогда мы раздражаем Господа. Я сегодня прочитал про одного человека, который был проповедником и был человеком, жизненный девиз которого было «все или ничего». Этим он хотел подчеркнуть, что он хочет служить для Бога в полную, в полную меру. И он был таким фанатичным человеком, чрезвычайно строгим. Он все замечал, все должно быть вот так, как он сказал. И когда врачи ему сказали, что вот ради блага вашей дочери надо поменять климат, он сказал «нет, этого не будет». Вот как я решил, так все и будет в моей семье. Дочка его умирает. Конечно, для жены, для матери это была тяжелейшая трагедия. И вот она очень часто брала в свои руки платьице ребенка и подолгу плакала. Когда муж этот увидел, что она плачет, он вырвал из рук это платье и отдал в очень бедную семью. Все или ничего. Нельзя плакать. И в конце концов и жена умерла. Не выдержишь вот такой пытки. Дорогие друзья, этот человек фактически угождал своей религиозной плоти. Этот человек угождал себе. Он словно забыл, как Писание учит нас, что мы должны угождать всем во благо и искать не собственной пользы, но чтобы люди спаслись. Дорогие братья и сестры, мы сейчас будем участвовать в Вечере Господней. Как бы я хотел, чтобы мы радовали нашего Господа, когда мы участвуем в Вечере, приобщаясь к Его драгоценной крови, уломимому телу, чтобы мы говорили, Господи, вот церковь это моя семья, где я буду. Это семья, которой я буду служить. Это то место, где я буду тебе поклоняться. Это дом, в котором ты дал мне множество братьев, сестер. Господь, помоги мне быть очень чувствительным к ним и не подавать никому преткновений, соблазна. Помоги, чтобы я никогда не искал собственной выгоды. И вот когда эти благочестивые установки мы осуществляем в нашей жизни, тогда мы радуем нашего Спасителя. И тогда мы по праву приобщаемся к Его пролитой крови и Его ломимому телу. Давайте попросим нашего Господа, чтобы Он действительно изменил нашу жизнь. Помолимся. Милосердный Господь, мы приходим в этот час к Тебе. Мы знаем, какое великое благословение может извлечь душа от приобщения к Твоему телу и Твоей крови. И мы желаем, чтобы это благословение было обретено нами. Господь, но Ты нам сказал сегодня, что если только наша жизнь неправедна, то мы раздражаем Тебя, нашим лицемерием, фарисейством, приобщаясь к Твоей святой крови, мы не приобщаемся к Твоей святости. И приобщаясь к Твоему телу, мы можем разрушать Твое святое тело нашим недостойным отношением к братьям и сестрам. О, Господи, мы просим Тебя, наполни наше сердце Твоей любовью, очести нас от самоугождения, Господи, помоги нам искать не наши пользы, где бы мы ни жили, где бы мы ни находились, но помоги нам искать пользы других и славы Твоего святого имени. Помоги нам, Господь, с этими чувствами мы желаем приобщиться к Тебе и вновь и вновь просим Тебя, помилуй нас там, где мы искали своего, где были жесткие и неправильные. Прости по великой милости Твоей. Аминь. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok